Когда вы доверяете Богу, когда вы говорите «Боже, я буду двигаться вперед, я не останусь здесь». Вы получаете поддержку небес. Небеса будут с вами рядом. Здравствуйте, я Стив Келли, старший пастор Церкви Волна Вирджиния Бич. Я люблю брать Слово Божие и оживлять его для людей в их повседневной жизни. Иногда люди думают о Слове Божьем и считают, что это какая-то книга на полке, которая никак не связана с повседневной жизнью. Но я люблю брать Библию, смотреть на повседневную жизнь, на ситуации, на вопросы, которые задают люди, и находить ответы в Слове Божьем. Вы удивитесь, когда узнаете, сколько всего Библия говорит о повседневной жизни. О том, как жить в семье, как быть хорошим отцом, хорошей матерью, как быть хорошим работником, хорошим бизнесменом. Как узнать, какова Божья цель для вашей жизни. Сейчас мы отправимся в Церковь Волна, Вирджиния Бич, штат Вирджиния. Я верю, что сегодня вы услышите послание, которое даст вам цель и поможет понять, как жить со смыслом. Вы лучше поймете сущность Бога и то, как сильно Он заботится о вас. Он желает, чтобы вы были успешны всегда и во всем. Сейчас я задам вам один вопрос. Что вы даете новому поколению? Ребята, вы вообще задумывались на эту тему? Я хочу передать свою веру. Хочу передать им оптимизм. Я передам мои богатства. Сегодня я получил робкие отклики. Итак, я перечислю, что плохого может произойти с вами. Поклонение благам, жизнью страхи, нищета, зависимость, плохие привычки, незнание Иисуса. Это зло может произойти с вами. Хорошее тоже приходит к нам. Чедрость, вера, благословение, спасение детей и внуков. Свобода. Хорошее придет, если вы поймете эффект домино. Давайте откроем книгу притчей. Этот отрывок из 24 главы называют «цепной реакцией». Я покажу вам цепную реакцию в Библии. Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудаумного. И вот все заросло терном, поверхность его покрылась крапивой, и каменная ограда обрушилась. И посмотрел я, и обратил сердце мое, и посмотрел, и получил урок. Библия описывает наблюдение Соломона о разрухе в особняке нерадивого человека. После наблюдения за его судьбой, где остались облонки, царь израильский размышляет об увиденном и получает урок. Притча царя Соломона, 24 глава, 32 стих. «И получил я урок. Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как человек вооруженный». Когда мы смотрим на жизнь ближнего своего, Библия советует нам получать уроки. Соломон увидел крах в жизни нерадивого. Что он сказал? «Я увидел поле ленивого человека и виноградник, человека с кудаумным. И вот везде беспорядок, все заросло терновником. Никто не ухаживал за ним, тут все уже заросло. Сорняки растут быстрее деревьев. Но в итоге побеждают деревья в жизни ленивого разруха, беспорядок. Сто процентов, тот человек оправдывался, перекладывая вину на правительство, или обвиняя родителей, или что у него нет должного образования, денег, заботы и сострадания. Но что говорит мудрейший из смертных? «Царь Соломон сказал в притчах, все это заросло терном, поверхность его покрылась крапивою, и каменная ограда его обрушилась. Я смотрел и получил урок». Это притча о ленивом. «Немного поспишь, немного подремлешь, чуток, посидишь, сложа руки». «Зал» — здесь ключевое слово «немного». Вы уделяете внимание малому, когда речь идет об эффекте домино. Вспоминая об эффекте, мы видим большие вещи, но цепная реакция начинается с обычных мелочей. «Я лишь на три минуты опоздал. Несколько долларов и пачка сигарет в кармане. Как стало тихо в нашей общине? Малюсенькая, лошек, крошечный компромисс. Ничего, еще посмотрю телевизор. Ежедневные маленькие компромиссы». И получил я урок. «Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя». Кто хочет быть бедным? Бедолага думал, «Как я докатился до такого?» Маленький шаг приближает тебя к пропасти. Приближает чуть-чуть. Я выпалю сорняки завтра. Не сейчас, а в другой раз. А пока я немного сложу снегой, покоем, идиллией. Я чуть-чуть, ну, совсем немного. А потом нищета стучит в дверь глупца. Сто процентов. Наш праздный герой удивился больше всех своим напастям. Беду принесли невеские причины, а малые – компромиссы. Видите, друзья мои, как работает эффект домино? «Израильский царь Соломон опять ведет нас по стезе мудрости. Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете». О чем здесь говорит царь? Виноградник выглядит великолепным. Виноградник в цвету. Вы заметили это? Ну, вот препятствие. Нужно ловить маленьких лисят, которых не видно, потому что виноградник в цвету. Он в цвету. Грозди налились. Виноград выглядит прекрасным. Однако есть одно большое. Если не обращать внимания на лисят, подкапывающих корни винограда, то внешне благополучный виноградник ждет беда. Библия говорит, «Ловите маленьких лисят». Часто ли мы вспоминаем об эффекте домино, если говорите о малых лисятах? Понимаете? Вы отлагаете на потом важные дела и знаете, что вы поступаете неверно. Об эффекте домино говорится в Евангелии от Луки 16 главе. Дорогие братья и сестры, услышьте меня. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? Иисус говорит, «Если в чужом богатстве вы не были верны, то кто отдаст вам ваше?» Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, не можете служить Богу и маму. Здесь Библия говорит о финансах. Христианин, подумай об эффекте домино в твоей судьбе и в жизни грядущих потомков. Возлюбленные святые, познакомьтесь с этим принципом. Когда вы верны в малом, тогда вы благодарите Бога за своих детей, ответивших на его призыв. Я размышляю, вспоминаю, через что мне пришлось пройти. Я шел домой и думал, будет ли мама трезвой? Почувствует ли она себя неудобно, ведь она прогнала подруг? Постучится ли к нам полиция? Я думал так, будет ли папа дома? Какая атмосфера будет, когда я вернусь? «Слава Богу, за божественный эффект домино в моей жизни». Джош думает, у отца было хорошее безоблачное детство. У него не было моих проблем. Ребята, важно быть верным в малых вещах. Расскажу вам еще одну историю. «Слава Богу!» Все началось с друга, который привел меня к Богу. Его мама была в разводе, и в конце концов она поселилась в бедном районе Сиднея вместе со своими ребятишками. Ее соседке-христианке пришла на ум мысль, «Как мне помочь этой семье?» Она не была зажиточной, но она была щедрой. Соседка все время думала, «Надо чем-то помочь соседям». Она видела, что у них не было денег и пожитков. Всего-то с гульки нос. Она много молилась, и однажды решила проповедовать им о Господе Иисусе Христе. Ширли, мать моего друга Джерода Кейна, ответила, что Иисус ей не нужен. Она росла в религиозной общине, а муж был констеблем. Он все время приходил домой пьяным и сильно избивал супругу и детей. Они звонили в полицию, но он улыбался, уверяя коллег, что все в порядке. Она считала, что Бог молчал. Служение было сотрясением воздуха. Она думала, «Бог лишь в церкви, остальную жизнь я строю сама». Господь Бог не интересовал Ширли Кейн. Итак, соседка Ширли пыталась рассказать о Божьей любви, и до нее дошло, что словами «сыпь не будешь, и нужно что-то делать». Во-первых, она испекла небольшой, но очень вкусный пирог. Сестра отдала пирог семье, и степня понравилась детям. Пирог открыл сердце семьи для соседки. Она продолжила визиты с едой к Ширли. Она приносила пироги, творя добро. Сестра восполняла земные нужды и открыла их сердце для Иисуса Христа. Они пришли в церковь и спаслись. После спасения они пришли ко мне. А теперь подумайте, на сколько людей она оказала влияние. Помню, раньше каждый год я проводил конференцию под названием «Хилл Сонг». Свидетельствую. Я видел десятки тысяч людей, исполнившихся Святым Духом всегда. В австралийских церквях ко мне подходили люди и говорили, «Моя жизнь преобразилась. Я спасся в день, когда я пришел в церковь, где проповедовал ты». Ко мне подошли на этой неделе и сказали, «Ты говорил прямо обо мне. Ты будешь пастором в Европе и совершишь дела для Бога». Подумайте об эффекте домино, повлиявшем на всех через миниатюрную сестру, что испекла пирог. Надеюсь, вы со мною. Христианин. Ты не знаешь, на кого ты повлияешь. Ну а теперь я хочу отметить следующее, что нельзя делать, чтобы эффект домино не повлиял на тебя. Если хотите плохой эффект домино, поступайте так. Номер один — не изменяйтесь. Просто не меняйтесь, вот и все. Если вы хотите испытать плохой эффект домино, то постоянно говорите, «Я закрыт для обличений. Мне нравится моя жизнь». Вредный совет? Не будь ни перед кем в ответе и никого не слушай. «Самое опасное состояние». Есть в теле Христа любители смотреть богослужения через интернет, а сами в церковь не любят приходить. Ведь в церкви будут учить, и ты в ответе перед общиной, а дома ты не общаешься с членами церкви. Дорогие мои интернет-христиане, предостерегаю вас. Однажды вы пожнете плохой эффект домино. Но скажите на это «Аминь». Если вы хотите испытать плохой эффект домино, то не изменяйтесь. При этом постоянно говорите, «Я себе нравлюсь, и меняться я не собираюсь, не буду». Будьте недалеким. Признаюсь, я колебался, стоит ли это говорить, но рискну. Кому-то мои слова покажутся натянутыми, но это мудрые слова. Итак, для того, чтобы определить, готовы ли вы меняться, загляните в свой гардероб. Ну да, я ожидал такой реакции. Познакомьтесь с этим принципом. Ребята, если вы продолжаете носить одну и ту же одежду и не рискуете последовать при этом моде, то я бросаю вам вызов. Надо ли покупать от Гуччи? Шьют ли Гуччи костюмы? Надо узнать в интернете, шьют ли они костюмы. Я не призываю скупать бренды, а зову измениться. Если вы копите хлам, любите собирать вещи, это кое о чем говорит. Вы скоредны, или же сбережение денег является вашей самоцелью. Возлюбленная церковь. Я верю, что поступки христианина отражают его внутреннее состояние. Даже наши волосы, авто. Хочешь ли ты меняться? Аминь. Люди моют свою развалюху, которая стоит благодаря грязи, скрепляющей ее. Откройся для перемен. Друг мой, порой полезно нарушить заведенный порядок вещей. Я расскажу об утреннем происшествии. Мои наручные часы, гармин, а не малость странная. Я просыпаюсь, и часы знают, какой сегодня день. Я заметил, когда я завожу автомобиль и выезжаю из гаража, я уже знаю, часы сообщат о расстоянии от моего дома до нашей чудесной церкви. Так было утром. Меня не было в городе, и часы молчали об этом. Я задачился. Почему часы не предупреждают расстояние? Утром я сел в авто, и часы сказали, до церкви 9 минут. Я поблагодарил Господа Бога о предупреждении и не спеша поехал на собрание иным путем. «Чудо часы, гармин». Порою жизнь весьма непредсказуема. Наша жизнь обыденна. Это хорошо и нормально, но иногда стоит нарушить режим и сделать что-то новое, потому что мы застреваем в рутине. Это похоже на стандартный рацион питания. Такой, знаете себе, предсказуемый. Зайди просто в ресторан, ну так, порою. Повара начинают готовить пищу еще до заказа. Вредный совет номер два. Окружи себя людьми, которые не мечтают. Окружи себя теми, кто все время станет ободрять тебя. Они не станут тебя мотивировать. Ребята, хорошо быть рядом с теми, кто делает для Бога больше, чем ты. Хорошо быть рядом с теми, с кем чувствуешь себя неуютно. По крайней мере, передовые христиане призывают тебя мечтать о большем. Жить лучше и быть более креативным. Не живите, лишь бы прожить. Запустите эффект. Домино. Чтобы делать великие дела, познавать Бога, иметь великую жизнь, благословенный брак и растить благочестивых детей. Аминь. Далее номер три. Трать время впустую. Если хочешь проблем, то не изменяйся. Окружи себя людьми, которые не мечтают. И третий пункт. Трать время впустую. Недавно я думал о библейских десяти девах, пять из которых были глупыми, а остальные мудрыми. Я думал о них эти две недели. Вы знаете сюжет из 25 главы Евангелия от Матфея. Жених замедлил с приходом, и в конце концов жених пришел поздно. Что вы делаете, когда Бог не отвечает? Что делать, когда Он медлит? Идем далее. Мудрые девы проверили, достаточно ли масла в светильниках. Они очистили фитиль от нагара. Затем, когда неожиданно пришел жених, пять глупых девушек пошли к пяти разумным и попросили у них масла. Нет, сходите в лавку и купите сами. Это напомнило мне о людях, которые пытаются жить за счет веры других. Церковь. Расти в вере. Хватит жить за счет заемного масла. Ты пытаешься взять взаимочужое масло и чью-то веру и помазание своих ближних. Научись тратить время полезно, потому что пять глупых пропустили приход жениха, ведь у них не было масла в лампах. Это намек о тех верующих, которые не чтут время. Беспечные все время отлагают на потом день прихода Господа, считая его неважным и незначительным. А, я успею встретить его. А пока займусь заполнением налоговой декларации. Для кого-то это стало словом знания. Возлюбленная церковь, стоит отметить интересную особенность, потом придет жених, и Библия говорит, что пять глупых дев учат нас о христианах, живущих по программе «Минимум». Живут перебиваясь. Я имею в виду духовность. Они молятся лишь за еду и перед тем, как лягут спать. У них нет запасного масла. У них нехватка масла. Если Бог замедлит, то они не смогут последовать за Ним. Церковь, не живи по программе «Минимум». Господь Бог желает дать тебе масло. Поэтому дорожи временем. Аминь. Это хорошая проповедь. И вот три вещи, которые производят эффект домино. Номер один. Цени начало пути. Научись ценить начало пути. Книга Захарии, 4 глава, 10 стих. «Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрит на строительный отвес в руке заровавеля?» Я прочту стих из Короля Иакова. «Ибо кто призрел день малых начинаний?» «Ибо они возрадуются и узрят свинцовый отвес в руке заровавеля». Мы приходим к выводу. Наш Господь Бог радуется, когда видит начало работы. Библия говорит, «Не смотри свысока на скромное начинание». Ну, допустим, ты решил бросить курить. Ты принял такое решение. Но прошло несколько дней, ты впал в искушение. И снова в руке сигарета. Опять. Ты думаешь, «Я все равно не сдамся». Бог радуется, что ты начал бороться. Господь радуется, когда видит начало. Номер один, цени начало пути. Ты уже получил свободу. Возможно, ты борешься с вредной привычкой или вырабатываешь благочестивую привычку. Допустим, здоровое питание или диета или, например, упражнения. Привычка произведет эффект домино. Поэтому не пренебрегай началом. Не смотри свысока на пять долларов и не думай, что эта сумма является маленьким началом. Прошу тебя, брат, положи ее на сберегательный счет. Не позволь деньгам утекать. Не пренебрегай начинанием. Будь сверен в малом и вложи пять долларов. Прочти хорошую книгу, где говорится, что накопление подобно растущему снежному кому. Поэтому обращай внимание на монеты достоинством в один доллар, пять долларов и десять также. Откладывай, однажды на тебя сойдет лавина накопленных денег. Так ты победишь бедность и долги. Пойми, Бог радуется твоим начинаниям. А мы унываем после первой ошибки. И мы унываем, когда опять впадаем в грех. А Библия говорит, что Бог радуется твоим начинаниям. Аминь. Библия говорит, что Иисус призывал апостолов лично, и они последовали за Ним. я говорю о делах его, чтобы ты запустил эффект домино. Аминь. Не смотри свысока на скромное начало. Ты нарезаешь резьбу или гуляешь по полчаса, а потом говоришь, я потратил 500 калорий. Ты думаешь, я съел 500 калорий, то есть свой десерт. Ну и что? Бог радуется, что ты занялся собой. Он радуется, что дело сдвинулось с мертвой точки. Хочешь порадовать Господа Бога? Начни что-то делать во имя Иисуса Христа. Хоть что-то. Не важно, что ты сорвался, у тебя есть новое начало, поэтому ты сегодня можешь воздать славу нашему Богу. Прославьте Его. Аминь. Надеюсь, это слово было актуальным для вас. Я хочу поговорить с вами. Забудьте о других. Настало время поговорить с глазу на глаз. Знаете ли вы Иисуса? Являетесь ли вы христианином? Я молюсь о том, чтобы каждый, кто не знает Бога, познал Его. Я проповедую более 35 лет, но так и не смог как следует описать то, насколько прекрасен Иисус, как сильно Он любит нас. У Него есть план и цель для нашей жизни. Нам нужно лишь открыть Ему свое сердце. Библия говорит, что Иисус стоит у двери и стучит. Он не выбьет дверь. Он ждет, когда вы пригласите Его. Почему бы вам не сделать этого сейчас? Возможно, вы когда-то ходили с Богом в молодости. Бывает всякое. Жизнь это не просто работа, счета. Поймите, что Бог дал вам цель и судьбу. Вы не призваны просто существовать. Поэтому помолитесь со Мною от всего сердца. Скажите эти простые слова. Господь Иисус, я прошу тебя прийти в мою жизнь. Простите мои грехи. Я принимаю тебя как своего Господа и Спасителя. И молюсь тебе Аминь и Аминь. Если вы повторили эту молитву, то зайдите пожалуйста на наш сайт stevekelly.tv касая gift. Расскажите нам о том, что вы приняли это решение. Я написал книгу, которая расскажет вам о том, как обрести взаимоотношения с Иисусом. Просто расскажите нам о своем решении, и мы вышлем вам этот замечательный подарок. Мы хотим пригласить вас на следующей неделе снова. Кроме того, вы можете посетить любой из наших кампусов.